И на самом деле всё доброе, что есть в нас, это Бог, Бог и ещё раз Бог. Были мы с Ним тогда, осознавали или ещё нет, это был Бог, Бог и ещё раз Бог. Поэтому поблагодарим за всё доброе, что есть в нашем сердце. И всё, что ещё надо преобразовываться, да будет преобразовываться через Дух Святой, через Слово Божье, это и есть наша часть, где Господь говорит, вникай в себя, вникай в учения, занимайся этим постоянно. Ибо только так спасёшь себя и слушающих тебя. Казалось бы, Господи, Ты же кровь свою пролил, что там ещё спасать? Вот наш ум, понимаете, за один раз, в тот момент, когда мы принимаем Иисуса как Господа Спасителя, рождаемся свыше, называется в Библии, рождается наш Дух, вот Он сто процентов Господень. А вот разум сразу не изменяется, что-то определённо, какие-то истины открываются нам, и поэтому мы идём за Господом, да, что открывается что-то. Ну, ой-ой-ой, как много ещё чего надо вот там внутри, в нашей благословенной голове преобразовать. И преобразовать, знаете, как я однажды слышала, что мысль может изменить только другая мысль. То есть вот сила пропорциональности мысль — мысль. Поэтому можно даже очень сильно переживать и Господа, всё на своём месте, да, но если человек не читает Слово Божье, это Дух. Дух, он в тоже какой-то мере, конечно, влияет, но сто процентов, чтобы изменить мысль, это нужна просто другая мысль, нужно поменять наше мышление. Поэтому нам нужно возлюбить Слово Божье, как и Бога, потому что Он и есть Слово, оказывается, братья и сёстры. В начале Судьбы было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот к чему мы пришли. Если мы любим Бога, значит, мы действительно будем любить Слово Божье и заниматься этим постоянно, вне ка себя и учениями, временами, не какими-то этапами в жизни, а постоянно, Слово «постоянно». Это значит, что не прекращаясь, правильно? Вот так, если человек подрастает, идёт за Господом, естественно, очень, вот, кстати, брат наш благословенный стоит, он в прошлый раз говорил, что если ты любишь Бога, то ты будешь Ему служить, ты будешь Ему верен, это правда. Вера без дел мертва, по делам видно, как истинное покаяние, плод покаяния, да, называется «совершите достойный плод покаяния», да. Достойный плод покаяния — это будут и другие поступки. Я больше не хожу туда, куда я раньше ходила, я хожу в дом Божий, ну, и так далее, и так далее, да. Но, конечно, наша вера не на делах основывается, наше спасение, а на крови Иисуса, то есть Он совершенно нас искупил. Но вера без дел мертва, и делами мы показываем, за нашу жизнь, чтобы мы действительно совершили достойный плод покаяния. Слава Господу, прославим Иисуса, прославим Господа, потому что Вам достоинств и хвалы, и Он — истинная любовь в наше сердце. Меня лично Господь не знает, какой я, я уверена, что вас тоже пленил чем? Любовью. Больше ничего вас не подкупишь. Вот мы такие создания, нам нужна любовь. И Бог, конечно, Ее дает нам безмерно. Ты, главное, приходи к Нему, будь с Ним, дополняйся словом в молитвах, в поклонении. Слава Господу! Слава Господу! Величаю Бога, небо и земли, Он мне дал свободу и спасенье, Напоил водой живою истинной любви. Пой Ему, душа моя, звучи, не умолкай, Бога прославляй. Велика, велика, велика Твоя сила, Боже, Израилья, Навсегда, 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 навсегда Твоя милость и благодать Твоя. Радость и шалом мы в Тебе найдем, Благодать и спасенье для всего творения. Велика, велика, велика Твоя сила, Боже, Израилья, Навсегда, навсегда, навсегда Твоя милость и доброта Твоя. Радость и шалом мы в Тебе найдем, Благодать и спасенье для всего творения. Чудеса Его я вижу в каждом новом дне, Исцеление в руке Творца. Только Он один достоин славы на земле, Боле Ему, душа моя, звучи, не умолкай, Бога прославляй. Велика, велика, велика Твоя сила, Боже, Израилья, Навсегда, навсегда, навсегда Твоя милость и доброта Твоя. Радость и шалом мы в Тебе найдем, Благодать и спасенье для всего творения. Велика, велика, велика Твоя сила, Боже, Израилья, Навсегда, навсегда, навсегда Твоя милость и доброта Твоя. Радость и шалом мы в Тебе найдем, Благодать и спасенье для всего творения. Радость и шалом мы в Тебе найдем, Благодать и спасенье для всего творения. Радость и шалом мы в Тебе найдем, Благодать и спасенье для всего творения. Благодать и спасенье для всего творения. Радость и шалом мы в Тебе найдем, Благодать и спасенье для всего творения. Ждут откровения, вот люди, которые еще не в Господе, не с Господом, они ждут откровения сынов человеческих, откровения. Как только придет откровение, мы пойдем в мир и спасем его, и пожнем эту жаду, потому что это драгоценные, драгоценные души людей. Как и мы для него дорогие, такие игорь, и они для Господа дорогие, и для нас дорогие. Бог, спасибо Тебе, пусть мы будем, Господь, благопотребными сосудами на всякое доброе дело, Господь, в честь и сосуд Господь. Халалюйя, халалюйя, чтобы мы были благопотребными на всякое доброе дело, это сосуд в честь и халалюйя, Господь, который, я не ослал, живет по западу. Вы знаете, Господь немного оставил нам, на самом деле, немного оставил. Знаете, с одной стороны, идти за Господом просто и легко. Две заповеди. Возлюбить Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью своей, всеми силами. И ближнего, как самого себя. На самом деле, это все очень просто, на самом деле. Возлюбить Бога, это больше, чтобы в жизни твоей не было каких-то грехов, хронических, не хронических, не суть. То есть, всегда мы бодрствующие, даже мы бодрствуем. Потому что в Библии написано, что дьявол ходит, как иркащу лев. Веща кого поглотить, это говорится о том, чтобы бодрствовать. Пока мы здесь на земле, пока наше сердце стучит, всегда надо бодрствовать. И приближется Господу. Вот любую к Богу, чтобы все твое сердце его любило. Господь говорит, вернись в первую любовь. Он говорит о том, что первая любовь, это не какая-то сентиментальность. Братья и сестры, не обманывайтесь. Есть такая мысль, что это сентиментальность, это прошлое. Сейчас у меня более глубокие отношения с Богом. Хорошо, если они более глубокие, значит, у тебя будут дела больше, чем при первой любви. Если я раньше с утра вставала в пять часов и шла к нему, значит, это будет, возможно, удлиненное время с ним, чем-то час, допустим, или два. Если не проходил вечер, чтобы я к нему не пришла, и я благодарила Господу за день прожитый, за все, что он являл благость, милость. В течение дня ты открыл для него. И, знаете, в первой любви Господь всегда будет вести к большему. Если мы видим, что люди что-то достигают больше, это только говорится о том, что они были в первой любви, верны остались и дальше шли. Поэтому Господь призывает его любить первой любовью. Самая лучшая любовь. Кстати, переводится «первая любовь» в «самая лучшая». Когда мы его любим, это первая любовь. Знаете, это состояние защиты от греха. Потому что все мое сердце его любит. Вот первая любовь – это и есть любить Бога всем сердцем, всем разумением. Нету башков, нету идолов и что-то в этом роде. Господь благ, спасибо тебе, Иисус. Слава, 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 Господь. Господи, спасибо тебе, что ты однажды излил свою любовь в наше сердце. И мы здесь, Господь, чтобы, как на горе, искать тебя и приближаться к тебе. Аллилуйя. И что? А я взойду, я взойду на твою святую кору. На твою святую кору, где течет слава твоя вечная любовь. Где течет слава твоя вечная любовь. Я взойду, я взойду на твою святую кору. На твою святую кору, где течет слава твоя вечная любовь. Где течет слава Твоя, речная любовь. Вознесу, вознесу, вознесу Бога своей любви. Вознесу Бога своей любви. Вознесу в имя тебе, царя Машия. Вознесу в имя тебе, царя Машия. Я зайду, я зайду на Твою Святую Воду. На Твою Святую Воду, где течет слава Твоя, Вечная любовь. И течет слава Твоя, вечная любовь. Вознесу, вознесу, вознесу Бога своей любви. Вознесу в имя тебе, царя Машия. Вознесу в имя тебе, царя Машия. Поклоняюсь, поклоняюсь Господу Поклоняюсь, поклоняюсь, поклоняюсь Господу 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 Поклоняюсь Господу Слава тебе, Господь, Слава тебе, Иисус, За кровь пролитую на головке. Слава тебе, Иисус, Слава тебе, Господь, За жертву на головке. Через нее я свободен над грехами, Через нее я свободен над проклятием. Тебе хвала, мой Господь, Вечная хвала тебе, мой Бог. Тебе, мой Господь, Тебе, мой Бог, Тебе, мой Господь, Благодарю тебя за искупление твое, Что ей дам. Мне есть шанс прожить другое жизнью для тебя, Жизнью для тебя, О, мой Господь, О, мой Иисус. Спасибо тебе, Спасибо тебе, Тебе, хвала моя, Неумощная, Спасибо тебе, Спасибо тебе, мой Господь, Царь сердца моего, О, мой Бог, О, мой Бог, Анастасия, Господь, Спасибо тебе, что ты всегда с нами, ты везде с нами. Мы хотим сказать, что мы твои овечки, а ты наш пастор. Знаете, что написано в Библии, что овцы знают голос пастора, Овцы Божьи знают голос Иисуса Христа. Он наш пастор, мы его овечки. Поэтому драгоценные. Будьте внимательны, когда Господь говорит. У меня недавно был очень серьезный урок. Очередной Божий урок жизни. Вы знаете, как-то свойство, не знаю, как вам, но я как-то раньше думала, что те мысли, которые приходят ко мне, они, ну, в основном, нет, конечно, понимают, что Бог говорит, когда Бог говорит, да, но есть моменты, когда он говорит так, что безошибочно, ты понимаешь, что это он, да, а есть моменты, где он тихо так подсказывает, и, Господи, я говорю, Господи, ты можешь погромче говорить, а вот нет, вот его голос такой бывает, что бывает так, что ты понимаешь, что это он, все, и ты идешь и делаешь. Бывает, что вот так тихо подсказывать, и, знаете, я вот приобрела решение, что больше таких уроков не получать в жизни. Надеюсь, Боже, милостя, благодати. Буду внимательна к тем мыслям, которые вообще приходят в мое сердце. Для себя я поняла так, что моя мысль, которая может приходить от меня, это тогда тот момент, когда я начинаю просто аналитически думать. Вот я включаю свой разум, и начинаю думать. Вот это мои мысли. Диамовские мысли обычно приходят в разум сразу. А вот божьи мысли, вот эти тихие, я обнаружила, что они приходят изнутри и всегда обычно тихо. Ну, я говорю, есть когда я говорю, что не сомневаюсь, что это его тоже голос, по-другому тоже он говорит, очень тихо. Ты даже еле расслышишь его. Но если ты внимательен к тому, что приходит, то ты будешь в выигрыше всегда просто. Будешь в выигрыше, он подсказывает. Маленький такой пример нашего благословенного брата Маркниша. Мне запомнился вот этот его случай. Он готовился, как, кстати, вот здесь в нашем зале проходят милосердные дни, раз в два месяца обычно. А поскольку он у мамы живет, не в Риге, да, в районе, то он не знал, что у нас там в офисе. И он собирается дома, в Риге здесь уже приехавший сюда, собирается к этому мероприятию. И у него внутри мысль, вот эта тихенькая мысль, возьми заварник. Заварник возьми. Чайник-заварник, да. Заваренный чай. Он такой, ну, как покормлен человек к Господу сразу так согласился, да, хорошо. Потом он себе что-то там другое собирал, собирал, и уже другая мысль. А зачем мне брать? Вот она, извне. Другая мысль, противоборствующая. А зачем мне брать? Так что у нас там есть же в офисе заварник. И он не взял этот заварник. И приезжает в офис, и ему докладывают. Извини, брать, но мы тебя не предупредили. Заварник у нас разбился, он стеклянный был. Ну, кто это сказал? И знаете, я раньше путала, что я думала, что это моя мысль. Ну, как она может быть твоя? Я просто учусь понимать его голос. Ты не включил свой разум. Аналитически думаю, есть же там чайник или нет. Она вот так, знаете, вот такая, хоп, приходит, как будто подсказка. Как подсказка, действительно. И как только понимаешь, что это... Ну, не ты же сейчас начал включать свой разум аналитически, да? И ты уже вообще даже не знаешь, что там есть чайник. Вот это «Эй, Господь» нам вот так прислушиваться Божьим словам, Божьим мыслям, да? По сказкам, чтобы... И тогда мы просто будем всегда в победе ходить, не будем в пройгрыше. И я скажу, что это важно вхождение для Господа вообще, да? Я понимаю, почему Господь так строго даже вот бывает, такие уроки дает, да? Почему вот не послушалась этого тихого голоса? Потому что это будет важно в пробуждении, братья и сестры. В пробуждении будет важно. Господь будет где-то говорить громко, где-то будет очень тихо говорить. И если мы научимся слышать Его голос, различать Его голос, то, естественно, мы сможем быть благопотребными сосудами на всякое доброе дело. Слава Господу! И мы сейчас, Господи, мы Тебе споём, что Ты наш Господь, Ты наш пастырь, и что Ты везде и всегда с нами. Спасибо Тебе, Господь, что Ты с нами, что ты ведешь нас на злачные пожития, успокаиваешь нашу душу. Спасибо Тебе, что Ты вошёл в нашу жизнь. Спасибо. Тебе, что ты вошёл в нашу жизнь. Я ни в чём не буду нуждаться. Ты покоишь меня на слащных пожитиях, к водам тихим. Тебе, что ты вошёл в нашу жизнь. 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 Где бы я ни шел, где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, ты всегда со мной, мой Господь. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой желтый, твой покосок успокоят меня. Господь, ты пастырь моды, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пожитях, к водам тихим водишь меня. Где бы я ни шел, где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, ты всегда со мной, мой Господь. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой желтый, твой покосок успокоят меня. Господь, ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пожитях, к водам тихим водишь меня. К водам тихим водишь меня, к водам тихим водишь меня, к водам тихим. Подкрепляешь мою душу, к водам тихим водишь меня, к водам тихим водишь меня. Подкрепляешь душу мою, какой ты благ, какой ты благ, любящий Господь. Ты благой Господь, ты благой Иисус, ты благой Господь. Милость твоя, милость твоя превыше, милость твоя превыше, милость твоя превыше всякого Судра. Спасибо тебе за уроки твои Спасибо тебе за жизнь, да, но это был Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Господь, слава, 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 слава Аллилуйя, Господь, Господь скоро придет, братья и сестры, он скоро придет Нам очень важно, очень важно к Нему приближаться, как никогда Нам очень важно к Нему, знаете, как лань к воде, так мы к Иисусу, да Настолько ощущать это, ну, в Нем потребность, настолько понимать, что без Него я ничто и никак Ничего не смогу делать, Господь так и говорит, что та ветка, которая пребывает во мне А мы, мы ветки вон глаза, та веточка приносит много планов Ты меньше думаешь, что ты можешь там для Бога сделать, ты больше думаешь, насколько тебе прибыть в Нем Насколько тебе прибыть в Нем, это самое важное, братья и сестры, это самое главное Аллилуйя, Господь И Господь нас убиляет, нас очищает, чтобы мы были Его невестой без пятна и порога Ибо только за такой невестой Он придет Дела плоти известны, распи, разногласия, соблазны, ереси Даже разногласия И Господь говорит, а таковы Царство Божие не наследуют Почитайте, Дела плоти, Галатум 5 глава Очень серьезно там Господь говорит Поэтому, братья и сестры, нам все возможно, все возможно в укрепляющем Иисусе Когда мы с Ним, в Нем, тогда все Господь преобразит и изменит Такого ребенка, войдет в небо, все Пшись, лайк, селись, сесса, готовия, вечно, гдрись Такого ребенка, не из трук стереться, не волнуйся Виж, гайдан, вайс, а готово, то слега, а не место его Галатум 5 глава Галатум 5-10 лев обоих Галатум 5-125 Галатум 6-2025 Галатум 6-2025 Галатум 7-2025 Галатум 6-2026 Шесть лайк сирий сестят готовий, ович на кдривис. Такой наберный, не из трук стилетес. Вижгай, да, ласа гатвуто слегала. Так пасалэ, рецес винявастый бух. Так пасалэ, рецес милэстый гибун. Рецес пасалэ, каткатнакс, езус. Виня милэстый бапанинс, отколпаясь юс. Сауц, салэлюя, сауц, салэлюя, сауц, салэлюя, сауц, салэлюя цедниня. Взывай Господу, сауц, салэлюя, сауц, салэлюя, сауц, салэлюя цедниня. Сауц, салэлюя, сауц, салэлюя, салэлюя цедниня. Такой наберный, дети Божьи. Его голос о том, что время коротко, и он скоро придет. Дети Божьи, не волнуйтесь, он ждет, он ждет. И тогда мир, тогда мир увидит его власть. Через освященную, преображенную, святую церковь, невесту, он увидит власть. Мир! Салэлюя, 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 салэлюя увидит любовь к Господню через тебя и меня. И этот мир увидит приход Иисуса. И его любовь нас заберет в небеса. И позовем к Нему, салэ, салэлюя, салэлюя, салэлюя цедниня. Взывай к Иисусу, взывай к Нему, взывай к Господу Твоему. Взывай к Иисусу, взывай к Нему, взывай к Нему, Господу Твоему. Взывай к Нему, взывай к Нему, Господу Твоему. Взывай к Нему, Господу Твоему. И нам история Израиля в Библии показывает, как Бог обличал Израиль. Обличал в пустыне и исправлял сердца людей, чтобы они стали более дружелюбными, более любящими друг друга. От жестокосердечного народа, чтобы они преобразовались в добрый, искренний народ, чтобы впоследствии они смогли населить всю обедованную землю. И это пребывание в пустыне, я вижу как обличение, обличение народа как одного человека. Возьмем Израиль, это Иаков, мы все знаем, это означает борец, потому что он боролся с Богом. И Бог, как Сына, обличает его в пустыню. Дальше мы видим, что следующее поколение подошло. Мы же Капитовы на земле. Бог наставляет через Иисуса Навина, дает получающий нравоучительный совет, отцовское наставление. Важно нам не только слышать обличение, но и как хорошему, прилежному сыну, внимать наставлению. И так он дает наставление Израилю. Второзаконие 20.10. Когда пойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Если он согласится на мир с тобой и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе. И если же он не согласится на мир с тобой и будет вести с тобой войну, то сади его. Аминь. Здесь ключевые моменты, которые мы должны увидеть. Это отворит ворота. Если город отворит ворота, если город откроет, поднимет ворота, можно сравнить это с нами. Если мы выносим в свет, рассказываем, каемся ближнему о наших прегрешениях, мы будто словно открываем ворота. И свет Божий входит в нашу жизнь. Мы не ведем порочный образ жизни. Мы открыты и безопасны. Кто искренен, притчи 10.9, тот вне опасности. Но кто обманывает, тот будет пойман. Но если город будет воевать, если он не будет открывать ворота, надо его осаждать. Бог нам дает понять, что мы должны воевать. Осада – это война. Что такое осада? Что такое осаждать? Иногда осаждающие ждали, пока у осажденных иссякнут припасы. И они капитулируют. Такие осады могли продолжаться месяцами и годами. Главное в осаде – понять, что терпение и долготерпение играют важную роль. Терпение с обстоятельствами трудными и долготерпение в общении с братьями. И так запастись терпением и долготерпением – наша первая задача. И когда кто-то осаждает кого-то, главное, чтобы не были источники жизни доставлены к этому городу. Чтобы пресечь все попытки существования этого города. То есть мы должны остановить то, что подпитывает этот город, подпитывает этот порог, который внутри нас. Который сидит глубоко. И несмотря на то, что мы говорим, рассказываем друг другу, он не раскрывается. Мы можем это определить, можем это видеть по себе, по своей жизни. Значит, мы осаждаем. Нам не надо строить города, деревни рядом с этим городом. Мы не должны вести торговлю. Также мы не должны делать какие-то лозы, чтобы доставлять туда тайно какую-то помощь этому городу. Нужно завестись терпением, нужно завестись долготерпением. И на то уходят месяца и годы. Как мы знаем, цены, сердца людей человеческих, они порочны. И мы должны бороться с этими пороками. Есть такие у нас пороки, которые беспокойство, например. Например, стремление к материальному, которые мешают нам вести жизнь в Господь. Это мир, радость. Это владеть землей, владеть собой. Овладеть собой наша задача. Овладеть этой обитованной землей. Овладеть собой мы овладеем всем остальным. У нас есть, допустим, имущество. Есть у нас земля. Но мы чувствуем беспокойство. Нам надо платить по счетам. Постоянно растут счета за отопление, за электричество. Мы не чувствуем в себе покоя мира. Надо овладеть собой. Значит, у нас есть пороки. Значит, это нужно осаждать, вести войну. Итак, компромиссы с мером дорога к порочной вере. Не строй деревни с этим городом. Атриана 6, 27 стих. Старайтесь не о пище кленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог. Итак, сказали Ему. Итак, сказали Ему. Что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Здесь из этого отрывка мы помним, что это были галилеи, галилеяне, которые к нему подошли. Они были в большом количестве, было 4-5 тысяч. Но они не шли за тем, чтобы слышать Слово Его, а они просто хотели видеть, ну, хотели просто кушать хлеб, который Иисус преобразовывал просто из ничего. Они подумали, что очень действительно неплохо, покушать можем и увидеть чудеса. Но Иисус говорил, что, чтобы делать дела, вы должны уверовать в Меня. То есть, многие идут за Иисусом, чтобы видеть какую-то привилегию, какую-то там небольшую, может быть, какую-то благо видеть. Но нам надо понимать, что мы должны веровать в Иисуса Христа. Это и есть то дело, которое мы должны делать. Просто веровать. И когда мы осаждаем город, мы должны веровать в Иисуса Христа, в того, кого Бог послал. Потому что от этого мы получаем силу, от этого мы получаем чудодейственную силу к победе. Что нам говорит Библия? Галатам 3.5 «Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление веры». «Через наставление веры производит Бог чудеса, совершающий между вами чудеса». Он совершает чудеса, через наставление веры. И верой, только верой, мы можем получить победу над нашими порогами. Их много. 12 порогов. Библия их рассматривает как сравнение с горбатым, с хромым, со слепым. Я не буду сейчас это искать. С плосконосом. По симфонии вы можете найти. И братья и сестры. Я надеюсь, то, что я хотел донести в этом слове, разумом вашим воспринято. Потому что, потому что, все же, в этом слове имеется смысл. Но, как мы знаем, даже я, когда сею, я не знаю, какое семя я сею. То есть, что посеется в ваших сердцах, то посеял Бог. И то, что вырастет, я тоже не знаю. Вырастет то, что знает Бог. И прошу принять это слово. Дух Святой, благодарю тебя за это слово. Пускай оно приснет плод в сердцах наших. Пускай оно произрастет. Пускай оно будет живым и действенным. Пускай оно впустит свет в нашу жизнь. Во имя Иисуса Христа. Спасибо драгоценному брату Дмитрию. Слово, кстати, очень актуальное, нужное. И каждый должен задуматься о том, как еще над собой поработать. Это нам очень необходимо. И хочу продолжить в том плане, что человеку одному справиться со всем очень нелегко. И очень хорошо, чтобы у каждого из нас были надежные партнеры, можно так сказать. Надежные помощники. Кому ты можешь доверить. Не каждому ты откроешь свое сердце. И поэтому я хочу еще продолжить тему, то, что сказал Дмитрий. О помощниках наших. Мы знаем прекрасно начало Библии. Вторая глава деяния. Ой, извините. Вторая глава бытия. Во второй главе бытия очень хорошо написано. Это самое начало. где говорится «И сказал Господь Бог «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответствующего ему». Если даже в самом начале, когда Бог сотворил все, а потом человека сотворил, и Бог увидел, что одному человеку очень нелегко. И в начале Господь дал поручение Адаму, Адам назвал всех животных, птиц, дал ему им всем имена. Представляете, какая у него память была, да, и такие возможности, чтобы всех зверей назвать. Но ни одно животное не подошло ему в помощники. Не нашлось. Он все равно тосковал, можно сказать, да. И в 20-м стихе говорится «И нарек человек имена всем скотам, птицам небесным, всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Вот на этом я тут остановлюсь, потому что каждому из нас нужны помощники. Вот сегодня наш пастырь Скайдрита, она служит в районе, ее сейчас с нами нет. И, к сожалению, часто бывает такое, что когда люди узнают, что пастыря нет, они почему-то принимают решение не быть в церкви, на святом месте. Как будто бы Дух Божий не будет сегодня работать, как будто бы Господь сегодня нас не собирается благословлять. Слава Богу за каждого из вас. Мы даже не представляем, что Господь сегодня приготовил за то, что верность в малом Он смотрит на нас. Аллилуйя. Аллилуйя. И как мы можем вспомнить тот момент, когда Моисей молился, там война была, как сейчас много где проходит, и его руки оттяжелели, падали. Руки падали, наши проигрывали, поднимали руки помощники, наши выигрывали, да. Опять поэтому нам нужны эти помощники, чтобы друг другу помогать, поддерживать руки друг другу. Аллилуйя. Мы просто нуждаемся в помощниках. А чтобы у нас были эти помощники, конечно, надо молиться друг за друга, общаться, чтобы видеть, чтобы у нас были одни мысли, одни чувствования, чтобы мы были едины, чтобы одно учение у нас было, чтобы мы собирались по домам, преломляли хлеб, чтобы мы занимались тем, чему нас учил Иисус Христос. Слава Богу. И конечно мы это хорошо знаем, что Иоанна 8 главе 51 стих говорит Иисус «Истинно, истинно говорю вам». Знаете, когда Господь дважды даже говорит, и так говорит, истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает слово мое, тот не увидит смерти вовек. Вот прям каждое слово. Вот я вчера читала, и меня это приятно удивило даже. спасибо. Как должно нам соблюдать слово Божье. Соблюдать, чтобы пребывать с ним всегда. И это гарантирует нам, что мы не увидим смерти вовек. Аллилуйя, слава Господу. А верность наша начинается с малого совершенно. И как Иакова во второй главе 17 стихе говорится, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Чтобы мы не обманывали даже самих себя. Ну какие тогда мы служители, если мы элементарно друг другу не можем помочь. А вот в этом заключается любовь, о чем сегодня прославляла, когда Юлечка и говорила о Божьей любви. Вот это самое главное нам преображаться в образ Божий, а чтобы преобразиться в его образ, это наполняться его любовью. А в любви, мы знаем, в любви есть сострадание, в любви есть недостраха, конечно же. Любовь не завидует, не ищет своего, любовь милосердна, любовь, она действенна. И очень хочется, чтобы у каждого из нас были очень надежные помощники. Очень надежные. Вот у нашего пастыря, представьте, вот не было бы помощников. Каждый сам по себе и что, пастырю никуда не отлучиться. Пастырь отойдет и все овцы рассеялись. Вот так. Не дай Бог, чтобы так было. Не дай Бог. В Экклесиаст в четвертой главе, девятый-десятый стих, можете потом прочитать тоже, но я главное скажу. Там написано, что если один упадет, то другой поднимет товарища своего. А если рядом нету товарища, вот я вспоминаю пару моментов, когда я работала за границей и был момент, что у меня спину свело, просто утром там умывалась и спину свело, все, не могу шага сделать. И думаю, вот тут бы товарищ мне не помешал. Но слава Господу, что у нас в таких моментах есть Господь. в первую очередь Он наш помощник, целитель. И слава Богу, что у нас есть надежные люди, которым можно позвонить и помолиться и сказать, давай присоединись, пожалуйста, к молитве за мое исцеление. И человек, которому ты доверяешь и говоришь то, что тебя волнует, ты знаешь, что Он тебя искренне любит по-божьему и молится за тебя. И чудным образом происходит исцеление. Вот это поддержка. Слава Богу. Аллилуйя. Пусть у нас всегда, всегда мы должны научиться сначала сами быть помощниками для кого-то. и тогда и у нас будут такие надежные товарищи и друзья и помощники. Аллилуйя. Давайте откроем сейчас деяние 19 главу. Слава Богу, как хорошо и приятно, когда братья и сестры вместе и мы наполняемся Словом Божьим. Пребываем в Слове. И Юлечка сегодня говорила опять же, что вначале было Слово и Слово было у Бога. И Слово было Бог. И если мы любим нашего Бога и Господа Иисуса Христа, то по любви необходимо пребывать в Его Слове. Аллилуйя. Дай Бог каждому нам влюбиться в это Слово, чтобы наполняться, иметь это желание с утра приходить, благодарить Бога за каждый день и пребывать в Его Слове. Деяние 19 32 Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали зачем собрались. Вот представляете, до чего может дойти собрание, да? Если на митинг люди собираются, нету организаторов митинга, нету помощников, да? На собрание пришли, собрались, и каждый, а чего мы делать будем? А вообще зачем мы сюда собрались? Мы знаем для чего? Для чего мы сюда собрались? Я вас спрашиваю. Для прославить Господа. Аллилуйя! Наполняться Его любовью, наполняться Его Словом, наполняться Его миром, шаломом. Мы здесь для того, чтобы прославить Его имя. Нету другого имени на земле для того, чтобы спастись человеком. Это имя нашего Господа и Спасителя Иисус Христос. Есть какие-то маленькие божочки, которые никакого отношения не имеют к нашему великому и всемогущему Богу. Аллилуйя! И второе место еще Деяние 5, 42. В Деяниях много места сказано, когда они начали собираться, когда они там тысячами собирались, насколько была сильная работа Духа Божьего. люди просто собирались, желали пребывать и пребывать вместе. Драгоценный Дух Святой, сходи на нас, чтобы мы ходили в Твоем Божьем огне, в Божьем помазании, чтобы люди тянулись к Тебе, драгоценный Господь. 5, 42. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Вот когда мы будем собираться всякий день, всякий день будем собираться и в храме и по домам, не переставая учить, учиться самим и благовествовать об Иисусе Христе, тогда не будет у нас так, как мы сейчас прочитали в прошлом стихе, что они собрались и сами не поняли для чего собрались. Хочу там Марину увидеть, хочу Юлечку увидеть, поздороваться с Дмитрием, Аллилуйя. Нет, мы должны знать для чего мы. Тогда ты бежишь на это святое место, ты не устаешь пребывать в Слове Божьем, в молитвах, не смотришь на часы, когда время закончится. Дай Бог нам эти твои чувствования, Господь, и твое понимание. Аллилуйя, слава нашему Господу. Первое Коринфянам в первой главе 10 стих говорится. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и было между вами, и не было между вами разделений, но чтобы вы были соединены в одном духе и в одних мыслях. Вот одно из самых главных я вижу нам быть един в единстве. Как Иисус сказал, Отец во мне, я в нем, вы во мне, и я в вас, чтобы будьте едины, как и мы едины. Вот Бог Отец, Сын и Дух Святой. Интересно, если бы они поссорились, мне так не задумывалось даже. Вот они едины. Дух Святой исполняет свою часть, Иисус свою часть, а Бог Отец свою часть, но они едины. И дай Бог это единство между нами. А чтобы у нас было это единство, нам надо пребывать в учении Божьем. Чтобы в учении пребывать, надо наполняться Словом. Чтобы Словом наполняться, надо наполняться Его любовью и иметь, дай Бог, это жажду по Слову. Вот чтобы мы были этой солью и светом этой земле. Аллилуйя. Когда будем наполнены Божьим Словом, тогда нам легко будет Духу Божьему из нас изливать это Слово в помазание, в силе, чтобы это касалось каждого сердца. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Римлянам 12.1 Слава Господу Иисусу, слава Господу Христу. Как хорошо и приятно быть братьям и сестрам вместе. Аминь. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Для чего? Для разумного служения вашего. слава Богу. Да будет наше служение разумное мудрости нам от Господа. Кому не хватает, допросим у Господа. Он дает нам просто и без упрёка. Аминь. Слава Господу. Иоанна 12, 26. Сейчас несколько мест я ещё хочу прочитать. И всё это мы объединяем вместе. Объединим. Иоанна 12, 26. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Вот в этом стихе, когда мы говорим, я Богу служу. Я служу Богу. Но если я не могу подчиниться человеку, то я лжец. Если ты не можешь видимому человеку подчиниться и говоришь, что ты Богу, подчиняешься и служишь Богу, ты лжец. Невозможно служить Богу и не служить ближнему. Поэтому всё проверяется вот между нами. здесь да будем мы действительно верными. Ещё следующий стих Иоанна 15, 8. И здесь говорится «Тем прославится Отец мой, если вы принесёте много плода и будете моими учениками». А для того, чтобы быть учеником Божьим, да, можно учиться самоучкой. Есть такие самородки, вот он сам изучает, изучает, и Бог с ним отдельно может быть работает, и всё. Но по большому счёту, всё-таки нам необходимо учиться у тех учителей, у которых уже есть эти знания, чтобы не изобретать велосипед. Есть семинары, есть библейская школа, есть домашние группы, и есть братья-сёстры, с которыми мы когда общаемся, молимся, размышляем над Словом Божьим, и мы учимся друг от друга. Поэтому нам необходимо вместе собираться. Сейчас очень часто некоторые я смотрю через интернет, смотрят. Это слава Богу, что есть интернет, аллилуйя, если такая уже сложная ситуация, что вы не можете пребывать на святом месте. Через интернет человек тоже что-то получает. Ну, что-то получает. Но если есть возможность, и ты сидишь там на диване, лень поднять пятую точку, это уже лукавство какое-то, это уже ленность себя принести в дом Божий. Аллилуйя. Но самое главное, это любовь Божья. И мы все знаем, что Господь нас любит и желает, чтобы все мы вместе были, чтобы мы познавали Его Слово, Его истину познавали. Слава Богу, что Бог есть любовь, Бог имеет огромное терпение к нам, прощает наши погрешности, наставляет нас, Он наш первый наставник и учитель. Слава Богу за Иисуса Христа, и я благодарю вас всех, что вы внимательно все слушали. Я думаю, что каждый из нас возьмет для себя что-то на заметочку по поводу быть помощниками и поддерживать друг друга. И тогда церковь будет более крепкая и будет еще прибавляться народ. Потому что мы этого мы желаем, а Бог еще больше нас желает, чтобы люди имели спасение. Поэтому я хочу сейчас еще пригласить служителя нашего Андриса, который как раз продолжит в этом направлении, чтобы церковь росла. Спасибо большое. Я сегодня хочу сказать очень важные слова для каждого из нас. И что мы знали, что самое главное в нашей жизни и что Бог хочет, что мы делали, что Он хочет, что мы делали для Него. Потому что Он нас спас, чтобы мы шли и проповедовали Евангелии. Это написано в Библии, и Бог хочет, что мы делаем. И когда я пришел к Богу, когда я стал верующим, когда родился свыше, что самое первое, что мне хотелось сделать, это Бог побудил это делать, рассказывать людям по Иисусу. И я понял, что самое важное в жизни это верить Иисусу. Поэтому, когда я иду евангелизировать, людям рассказывать Евангелие, я все время, ну, когда с Ним начинаю разговаривать, я сперва им хочу рассказывать, почему людям нужен Иисус, почему человеку нужен Иисус, потому что многие люди, оказывается, в этом мире не знают, почему нужен Иисус. Они слышали по Иисусу, но они не понимают, почему Он нужен. Иисус, почему Он нужен. Потому что мы знаем, что Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного Сына, чтобы каждый, кто верует, не погиб но имел жизнь вечную. Это Иоанн 3,16 написано. Но люди должны знать, если они умрют без Иисуса, они пойдут там, где Бога нет. И только через Иисуса они должны понять, что они придут на небеса, потому что небеса это святое, святые, и Бог есть святой, и ничего не святое не может попасть на небеса. Люди должны знать это. И только через кровь Иисуса мы очищаемся, оправданы становимся и можем попасть к Богу. Потому что если мы умираем без Иисуса, мы умираем как грешники, умираем всеми своими грехами. И ни один человек не может прийти к Богу. Он умирает как грешник. Он умирает всеми своими грехами, что он жизнь наделал, он с теми грехами умирает. И нет никакого оправдания, он Богу. Потому что Бог, как сказал, это святое, небеса святые, ничего не святое не может там попасть. И только через кровь Иисуса мы можем попасть на небеса. И люди это должны знать, потому что они не понимают. Они думают, какая разница, какому Богу мы верим, Будду, Аллаху, Бог, есть, как мы называем, это без разницы. Но они не сына Иисуса и Он умер за наши грехи. Он взял все наши грехи на себе, пролил свою кровь, чтобы мы были оправданы, чтобы мы были оправданы и могли попасть к Богу через кровь Иисуса. Только через кровь. Это Божья милость, это Божий дар, который Он дарует нам, людям, без наших усилий, без наших ну, как сказать, без мусу, но центрины это просто Божьи усилия. Это не можно купить ни какими деньгами это спасение. Это просто Бог дает нам, когда мы принимаем Иисуса, увериваем Иисусу, Он это дает нам и по благодати. И нам просто надо верить Иисусу и мы покаемся, Бог освещает нас, и мы можем попасть на небеса через кровь Иисуса. И это людям рассказываем. И вчера это тоже в номинализации, это людям рассказываем. И каждый раз я рассказываю, почему людям нужен Иисус. И когда люди это начинают понимать, они могут понять, почему им надо прийти в церковь, почему им надо молиться, почему вообще Иисус нужен. там я рассказываю, как люди были созданы, как Бог создал людей, что они ходили с Богом, в самом начале вместе с Богом они были духовные люди, они жили по духу, но когда люди согрешили, первые люди как согрешили, не послушали Богу, тогда дух этот, который людей был, этот умер, а можно сказать умер, потому что люди стали плотские, и пришло этот мир, это проклятие, болезни, все от дьявола, который пришло людям, потому что они послушали Бога, Иисус пришел и пролил свою кровь, отдал свою жизнь за нас, что мы имели жизнь вечную и были прощены, когда мы понимаем его, мы становимся, Бог прощает нас, и мы оправдан становимся, и что мы раньше надеяли в своей жизни, он оправдал, сто процентов оправдал нас, и не напоминает больше наши грехи, он так оправдал, когда мы понимаем, что он уже не напоминает, и что ты раньше делал в своей жизни, он Бог написан забыл, он не напоминает, и если даже какой-то человек хочет тебе напоминать, что ты раньше делал, ты можешь сказать уверенность, что ты оправдан, и Бог тебе не напоминает это, и ты не знаешь, о чем ты говоришь, этого уже моей жизни нет, он полностью оправдает тебя, когда ты покаешься, он все оправдает, и ты становишься святой перед Богом, через кровь Иисуса, и только так мы можем попасть на небеса, эти люди должны это знать, и если они это поймут, они будут другой жизнью жить, это не говорится, что ты можешь дальше грешить, в Библии написано, когда ты покаешься, ты иди и не греши больше, правильно, Бог смотрит на твои поступки, если ты распокаялся, это не означает, что ты сейчас будешь дальше грешить, и Бог жалеет, кого хочет, Библия написана, может Он будет жалеть, жалеть тебя, но может прийти время, когда Он и больше не будет тебя жалеть, потому не надо играться с Богом, и только надеяться на Его спасение через благодать, поэтому это все серьезно, в Библии, что написано, это все истинно, и там так жизнь есть, и когда я покаялся, когда я пришел к Богу, я начал работать, лошади работать, работал лошадями, там приходили молодые девушки, основные девушки, они занимались конным спортом, и я лошади привел порядок, заботился за этим лошадем, у меня такая работа там была, я вон в арбе, и я сразу этим девушкам начал проповедовать Евангелие, и много они услышали от меня, и каждая девушка, которая там работала, каждая девушка покаялась, и они получили исцеление, тоже, она девушку не слышала, с одним ухом, и Бог мне так использовал, что я положил руку на его ухо, и она эта девушка начала слышать, и потом один парень, ну, ну, такой ему было, что он кровати, ну, это, ну, журайгул, так, как его перескать, мочил, ну, кровати, да, и я, ну, и каждую ночь такое ему было, ну, это хозяйка, этот сын, где я работал, это хозяйки, сын, я помолился за него, и сто водня, он больше не мочил, крыла, крыла, и поэтому Бог может каждого из нас использовать, когда мы идем, и мы путями, когда мы проповедуем Евангелие, и я понял, что это проповедование Евангелия, это дает нам радость, это дает нам это помазание на жизнь, это дает самым изменение жизни, потому что я, ну, после той жизни, которая мне была до Бога, ну, как вы знаете, я был наркоманом, и у меня была такая жизнь, что даже лучше вам не рассказывать, и хорошо, что не знаете меня до этого, ну, ну, вы только видели, какой я, когда я уже изменен, если видели, какой был ты раньше, ну, это большие изменения, ну, вы не можете представить это же, ну, вот, и как пришел, ну, Иисусу, когда отдал свою жизнь, я сразу начал проповедовать, и обещал Богу, что я буду, ну, семь людям, ну, когда, если я уберет, это зависит, что я буду служить ему свою остальную жизнь, которая мне останется на земле, я ему буду служить, и ходить, ходить каждое воскресенье церковь, и я как покаялся, так и каждое воскресенье церковь, нет такого воскресенья, когда нет церкви, только за 15 лет, я два раза не был церкви, когда за границу поехал, там, это место, где я был, там не было церкви, и второй раз не был церкви, когда моей мамой был, 80-летний день рождения, ну, это было воскресенье, ну, и хотелось поехать, но на день рождения своей матери, и поэтому не было, но так, основанно, каждый раз я из церкви, вы будете знать, что я каждый раз здесь буду, и если даже у меня температура есть, или я больной, я все равно прихожу в церковь, и Бог меня все время исцеляет, мне было за 40 градусов, ну, я сказал, я буду церковь, все равно, мне было очень плохо, большая температура, и пришел в церковь, и ушел из церкви совсем здоровый, не было больше температуры, Боги судили, только за то, что я пришел в церковь, и когда у меня был COVID, COVID не было, очень плохо, мне было, мне дышать не было, но я никому не сказал, что мне COVID, может, это плохо, но я проходил в церковь, потому что обещал Богу, я одел маску, ну, и проходил, ну, для церкви, потому что я обещал Богу, что я буду, и даже проповедовал с этим COVID, проповедовал о Иисусе, потому что обещал, если обещал, тогда обещал, и Бог мне исцелил этого COVID, это тоже, потому что когда мы делаем Божьи дела, Бог заботится о наших делах, ну, и что я хотел сказать насчет этого, поэтому, что я сказал, что я был наркоманом, ладно, когда я был наркоманом, мне было ГПТ-С из этих наркотиков, не знаю, может, как иглой, там, кололся с кем-то месте, и получил этот ГПТ-С, и такая болезнь, что из этого ГПТ-С все почки, ну, ну, печень, ну, больные, они, ну, с времени до времени, они там, ну, испортятся, и все, и умираешь, просто, от этого больницы не вылечимы, ну, и я, ну, хотел, чтобы Бог меня излечил, ну, этой болезни, когда я уже пришел к Богу, я сдал анализ, у меня была эта ГПТ-С, и поехал везде, поехал в Украину, там, разным проповедникам, да, служение, исцеление, был у Бенехина, там, даже, ну, который знает такой Бенехин, который, ну, такой, как мне, сдали исцеление от Бога, но тоже не исцелился как-то, не знаю, почему, после этих служений сдавал анализы, все время была эта композиция, и, потом я, ну, сказал Богу, ну, если я, ты не исцеляешь меня, я буду, ну, я буду тебя служить, все равно, и продолжал служить ему, и ходил на улице проповедовать, и служил Богу, и где-то через год, ну, решил сдавать анализы, и сдал анализы, и больше не гипетиций, гипетиций, Бог сам исцелил меня, так что, если у вас какая-то болезнь есть, мне так Бог делает, если я служу Богу, Он усиляет меня, когда я заботюсь о Них, о Его делах, Он заботится о мы, а меня, и все время исцеляет, когда Ему служу, если я прихожу в церковь, он исцеляет обязательно церковь, поэтому я советую, который заболел, может не сидеть дома, прийти в церковь, здесь Он исцелит вас, это есть место, где приходят нездоровые люди, по большинству он болит, поэтому Иисус тоже исцелил, ну церковь много раз, ну когда люди пришли к Иисусу, здесь собрание, есть собрание, где много, ну мы все, когда при Иисусе у нас Святой Дух, и мы живем с Богом, и если мы будем молиться за какого-то человека, один молится, это один молится, но когда много молится за человека, это больше силы, правильно, и есть большая возможность церковь, человек исцелиться, поэтому надо приходить людям церковь и проповедовать Евангелие. Когда я проповедую Евангелие на улице, я никогда не думаю, что люди обо думают. Я раньше вначале, когда начал проповедовать на улице, я все время думал, что каждый человек о меня думает, как он, что ему, как сказать, а сейчас вообще не думаю, что он обо мне думает. Я думаю, как Бог на это смотрит и знаю, что Богу это угодно. И просто иду, не думаю, там богатый или бедный, или он какой-то выглядит, что ему не надо. Я всем подхожу и смотрю, какой это человек. Я раньше подходил больше к таким, но бедным людям, а сейчас иду всем подряд. Богатый, он бедный, на дорогой машине едете или на какой-то простой машине, я всем подхожу и проповедую. Потому что Иисус надо каждому человеку, и богатому, и бедному, правильно? И надо нам проповедовать Евангелие. Бог сказал в своем слове, чтобы мы шли и проповедовали Евангелие всем народам. И мы это делаем. Я обещал Богу и делаю это до сих пор. И главное, когда ты идешь к этим людям, Бог тебе дает такую радость. Внутри такая радость. Ну, это ничего другого нет такой радости, когда ты проповедуешь. Когда ты говоришь слово «Иисус», тогда тебе сразу радость наполняет. И я, ну, когда это делаю, я каждый раз прихожу к дому очень радостный и, ну, чувствуя любовь к Богу, и что Он, ну, хочет, чтобы я делал. Так что можете присоединиться к нам, идти проповедовать Евангелие. И мы каждую субботу собираемся на улице Квелес, 41. И мы там играем на гитаре и проповедуем людям, которые там, ну, которые там ходят на этом месте. И люди уже нас знают, уже знают, уже подходят и разговаривают, и знакомы, знакомы с нами уже, и дружат с нами уже, начнут дружить. И я верю, что скоро не будет церковь, придет церковь. Это очень хорошо, когда есть место, куда человек, который когда-то услышал, он может прийти туда. Да, надо, я думаю, надо одно и то же место основное уйти, потому что, если будешь менять место, люди не будут. А так они знают, что там есть. Каждую субботу мы там будем. И они уже других могут пригласить, людей могут. И там будет как маленькое служение на улице, маленькое служение. Играет гитара, может слушать музыку. Может, Юлия играет гитару, может слушать музыку. Сегодня мы слушаем, так же они здесь играют, так она играет на улице. И люди, другие, им нравится просто музыка. Дети слушают, приходят маленькие, дети слушают музыку. Аллилуйя! Да, они слушают Слово Божие через эти песни, да. Это я хотел сегодня это сказать. Спасибо. Спасибо большое, Андрис. Спасибо за слово. Важные вещи, например. Чтобы мы не забывали, что надо идти по этому миру и нести Слово Божье. С Божьей любовью, в Божьей силе, в Божьем помазании. А сейчас мы достаточно услышали сегодня Слово Божьего. И хочется, чтобы мы еще важное дело совершили. Поклонились Господу своими приношениями, десятинами от сердца, всего своего сердца. Чтобы дом Божий наполнялся людьми. И после этого служения мы еще сядем за стол, чашечку кофе, выпьем чашечку чая, пообщаемся, поразмышляем над Словом Божьим. Что сегодня услышали. Кому было что понятно, кому непонятно. Прошу взять жертвенник по рядам. Пронесите, пожалуйста. По рядам. Да. Спасибо. Слава нашему Господу. Господь дает семена каждому. И тот, кто доброохотно дающий, того любит Господь. Так что пусть каждый дает в радости сеять на Божьи дела, чтобы этот дом не был в запустении, чтобы в Доме Божьем была всегда пища, чтобы Дом Божий был оплачен. И слава Господу, чтобы мы больше волновались, чтобы нести Слово Божье, а не о том, заплатим ли мы по счетам или не заплатим. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Слава нашему Господу.